Как адаптироваться на новом месте? Необходимо поднять социальный интеллект, необходимо, как говорится, развивать способность общения. Водородомобиль. Приоритет 2030 расширяет границы развития науки. У нас уже есть подходы для генерирования водорода именно из воды при использовании нашего материала. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. На днях были объявлены имена победителей Всероссийского конкурса среди преподавателей вузов «Золотые имена высшей школы-2022». В число победителей вошли шесть представителей Казанского федерального университета. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 18 ноября в Общественной палате Российской Федерации. Вливаться в новый коллектив всегда непросто, однако процесс социализации все же пройти необходимо каждому. Особенно это касается молодое подрастающее поколение студентов. Как не потерять себя и обрести друзей в сюжете Карины Саяховой. Поступление в вуз – радостное и волнительное событие. А еще это выход из зоны комфорта и адаптация первокурсников к новой среде – студенческой жизни. Очень часто на этом этапе у студентов-первокурсников возникают трудности и страхи, с которыми необходимо бороться в самом начале пути. Эксперты выделяют три формы адаптации первокурсников к университетским условиям. Первая – это формальная адаптация к структуре высшего образования. Вторая – дидактическая адаптация. Она готовит студентов к новым формам и методам преподавательской работы в вузе. И, наконец, третья – социальная адаптация, то есть процесс коммуникации с другими людьми. Как раз об этом мы и поговорим. Сложность в том, что этот период постановочный. В зависимости от того, как человек себя поставит в коллективе, все будет развиваться на этом кульминационном, очень важном периоде. Необходимо поднять социальный интеллект, необходимо, как говорится, развивать способность общения. Это все решаемо. Я думаю, что в каждой группе есть лидеры, которые могут это все организовать, могут помочь. Самое главное – встречаться, в том числе и вне учебных мероприятий. В процессе адаптации реконструируются психофизиологические и психологические особенности учащегося. Особенности адаптации студентов университетов определяются условиями обучения и их индивидуальными особенностями. Молодость – один из важнейших этапов социализации личности. Подростки сталкиваются с проблемами адаптации, которые определяются необходимостью большей зрелости. Если же у человека нет времени адаптироваться к новым ситуациям, существует риск несоответствия. Однако не все так страшно, как звучит, ведь есть определенные правила, они же советы по тому, как можно безболезненно влиться в новый коллектив. Совет простой. Необходимо создавать условия, где бы главным было не общение, а поведение. Куда-то пойти, что-то делать вместе. Не болтовня общения должна быть главным, а дела. Какие-то планы, какие-то походы. И там уже общение будет вторичным, оно появится. Данную проблему можно наглядно рассмотреть на примере тьютерского сопровождения в УЗИ, а конкретно в Казанском федеральном университете. Тьютеры – это зачастую студенты старших курсов. Именно они помогают первокурсникам адаптироваться к новым условиям обучения, знакомят их с организацией учебного процесса и внеучебной деятельностью, а также правовыми нормами. Такая модель тьютерского сопровождения студентов имеет свои плюсы. Первокурснику проще наладить контакт с наставником, который ближе к нему по возрасту. Ребята быстрее выстраивают с ним доверительные отношения и охотнее делятся своими проблемами и переживаниями, связанными с переходом на новый жизненный этап – учебу в УЗИ. Но студентов-кураторов тьютерство также выводит на новый коммуникационный уровень, позволяет повысить самодисциплину, приобрести профессиональные компетенции и развить лидерские качества. Я сама по себе знаю, как это тяжело проходить адаптацию, когда ты только-только приходишь в университет, потому что это абсолютно новая атмосфера, это новые люди, это абсолютно новая реальность, в которую ты врываешься без подготовки. И очень важны люди, которые тебя могут наставить, направить, сказать, как лучше поступить здесь, как лучше заобщаться с кем-либо, как лучше найти себе друзей, как лучше найти себе товарищей, чтобы дальше по жизни студенческой тебе было легко и просто. По словам эксперта, каждый, несомненно, индивидуальный и хорош собой, однако не стоит пренебрегать правилами социума. Ведь успех в общении с людьми на начальной ступени – гарант признания в будущем. Карина Саяхова, Лена Аргизатуллин, Универньюс. Япония направила России протест из-за отмены безвизового режима посещения Курил. Во всех нюансах постарались разобраться в следующем материале. Правительство Японии направило решительный протест России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов. С чем связан данный протест, прокомментировал эксперт Казанского федерального университета. Для начала нужно отметить, что договор о безвизовых отношениях относительно Курильских островов был подписан между Россией и Японией еще только в 1991 году. То есть это был период распада Советского Союза, период кризиса определенного во внешней политике России. Поэтому на тот период времени вот такая позиция открытости России, надежда на то, что с нами будете равноправно сотрудничать, вот она как бы позволяла подписывать соответствующие соглашения. По словам эксперта, с 1991 года, когда был подписан договор о безвизовых отношениях Курильских островов, международная политическая ситуация сильно изменилась. Поэтому Япония проводит в отношении России недружественную политику. Они в отношении России вводят поэтапно многочисленные санкции. Япония за последнее время ввела против России и экономические, торговые, индивидуальные санкции против лиц и граждан России. В свою очередь, Россия вынуждена отвечать соответствующим образом и предпринимать аналогичные действия. Ну вот исторический опыт, он показал, что отношения между Россией и странами, скажем так, западок, капиталистическими странами, они не вошли полностью вот в русло таких доверительных взаимовыгодных отношений. МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от введения переговоров по мирному договору, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Амир Ахтямов, Универньюс. Программа «Приоритет 2030» расширяет границы развития науки. Ученые Казанского федерального университета открыли новое научное направление, о котором вы узнаете в следующем сюжете. Смотрим. Ежегодно в России рассматривается экологическая проблематика автомобильного транспорта. Среди всех его видов автомобильный наносит больший ущерб окружающей среде, вред всему живому, неживому, загрязняя воздушную среду токсичными компонентами. В связи с этим ученые Казанского федерального университета открыли для себя новое научное направление. Это использование черного фосфора. Графен, наверное, все знают это у всех на слуху, а это такая же как бы система, но только состоящая из атомов фосфора. И вот эта система, так оказалось, обладает уникальными свойствами. В каком плане? Если профункционализировать какие-то позиции, возникает очень сильное изменение электронных эффектов на этой поверхности. И можно при помощи вот этого материала катализировать процессы, которые либо сложно, либо просто невозможно катализировать существующими катализаторами. Благодаря каталитическим реакциям фосфора ученые смогут создать топливный элемент, который будет использоваться для автомобилей. Водородомобиль приводится в движение в ходе взаимодействия с водородом. В готовом виде водорода в природе почти нет. Получается он при помощи химических реакций. У нас уже есть подходы для генерирования водорода именно из воды при использовании нашего материала, который мы получаем в функционализации этого фосфорена. У меня хороший коллектив рабочий, хорошие ребята. Они очень толковые. И они просто собрали специальное устройство, специальную печь с изменением градиента температуры, в которой мы сами теперь можем получать очень легко вот этот черный фосфор. Поэтому мы не нуждаемся как бы вот в новых, как сказать, ну, в покупке этого материала. Мы просто используем красный для получения черного. Эксперименты с водородной темой начались задолго до наступления 21 века. Все попытки автопроизводителей по созданию водорода-мобиля подразумевались с использованием опыта функционирования классического варианта существующих бензозаправок, когда есть завод, производящий топливо, и сеть заправок. Но у варианта с водородом есть свои минусы. Он намного взрывоопаснее традиционного нефтяного топлива. Хранение и транспортировка водорода требует соблюдения повышенных мер безопасности, что существенно удорожает и усложняет создание водородных заправок. Ученые же Казанского федерального университета предлагают полностью отказаться от использования заправок. В данном случае нужно будет просто заливать воду. В России есть все условия для продвижения данного проекта, ведь одним из главных необходимых ресурсов является вода. Далеко не все страны могут похвастаться таким богатством. Конечная цель по идее нашей работы, когда бы я сказал, что мы можем здесь поставить точку, когда мы берем этот порошочек, запускаем его в стакан воды, просто выставляем на свет. Происходит фотокатализ, то есть под действием света, как образование хлорофила в растениях. Но у нас происходит каталитическая реакция, и этот фосфорен катализирует расщепление воды до водорода и кислорода. То есть мы имеем в стакане топливный элемент, который работает под действием нашего катализатора и света. Потом этот водород и кислород можно рекомбинировать опять в какой-то двигатель или еще что-то, использовать там для машин и для других устройств, которые сейчас работают на водороде. Поэтому, конечно, цель в идеале получить вот такую вот штучку. Ученые Казанского федерального университета в рамках программы «Приоритет-2030» будут проводить фундаментальные исследования, подготовить технологию для пилотных проектов, которая будет ждать своих крупных инвесторов для масштабирования по всей стране и за рубежом. Алина Красильникова, Универ-Ньюз. В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского университета проходит фестиваль пространственных искусств. Все подробности смотрите далее. 1 сентября в Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета был дан старт фестивалю пространственных искусств. В рамках фестиваля один из дней проходит арт-кросс. Цель арт-кросса – это познакомить первокурсников с видами пространственных искусств. Мы создали чат-бот в Телеграме, который разослали студентам. И студенты, уже передвигаясь по определенному маршруту, знакомятся с видами пространственных искусств. В этот маршрут включаются объекты Казанского университета, что интересно. Они знакомятся и с объектами, корпусами университета и параллельно с пространственными искусствами. Переходя таким образом от места к месту, студенты выполняют определенные задания. К примеру, зарисовать, отфотографировать или просто сделать общую фотографию. Помимо этого, они узнают об истории определенного здания. Конечной точкой маршрута становится сковородка. Студенты должны сделать командное фото и опубликовать в общую группу в Телеграм с надписью «Место встречи сковородка». Напомним, что участие в фестивале примут все студенты первого курса. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии была Амира Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова